В Киевской Олимпиаде в четырех весовых категориях японцы одержали победу. А из других стран кто вошел в призывы, вы не помните? Первое место командное заняло Японию, второе Советский Союз, третье, по-моему, Франция, и четвертое тоже. И голландцы, чтобы не попались. Голландцы, у них одна медалька, а русская. А Гессинг уже выступал? Гезин. Нет, по-моему, Гезин стал абсолютный чемпион Олимпийской Федерации. В 1964 году. И после этого, говорят, как голосит легенда, японцы пересмотрели весовые категории? Нет, это было пожелание всего мира. Это было под давлением Советского Союза. Но не под давлением, а примера Советского Союза. Не могут быть четыре весовые категории. А куда здесь азиаты, у которых нормальные мужчины весят 48-50 килограмм? Почему они не имеют права выступать на Олимпийской Федерации? А почему в Европе есть там легкие, средние, полчаса, час и далее? А куда их выбрать? И в других видах борьбы тоже. И в Америке тоже самое. Океане, и Африка. Здесь и маленькие люди, они тоже хотят. Арон Гершевич, если рассмотрим сейчас ваш день, вас вызывают на татами. Ваша первая встреча на Олимпиаде с кем была? На первой встрече у меня, я не помню, так честно говоря, с азиатом, с представителем Азии. Ну, я вам только могу одно сказать. У меня всегда борьба с представителями Азии была очень-очень трудная. У меня всегда было такое чувство, когда я с ними выходил, что я стою на льду, а не на земле. Я вот-вот должен упасть, вот-вот должен упасть. Настолько они были чувствительные, подвижные, сильные, выносливые. Ну, представляете, натуральный вес человека где-то в мире, где-то от 60 килограмм до 75. Третье вес. И вот в этом промежутке самые мощные люди собираются. Трудно с ними было бороться. Ну, первая встреча, я вышел, я выигрывал ее за несколько секунд. Но это не говорит о том, что я весь из себя, а он хуже. Вторую встречу я тоже выигрывал. Ну, могу говорить, гораздо больше говорить, чем на самом деле свадьба проходила. Я пошел на прием, и чувствую, у меня нога проваливается. И думаю, ну, если он только руками дернется, я падаю на пистолет. И я развернулся и стал бросать его через голову. Потом он пошел через голову, и я чувствую, что я буду ждать, когда он нападет. Уборда сетевна болевой, и пока он падал, я ему сделал болевой прием и выиграл чистую победу. Потом третья встреча, парк. Это единственный представитель Азии, который выигрывал у японцев. Еще замечательно, что соревнования, они предупредили нашего дженера, Владимира Михайловича. Знаете, вот Боголюбов по зарубежке попался в парк. Это единственный человек, который может выиграть у Накатани. Постарайтесь с Боголюбовым поработать так, чтобы он выиграл. И рассказывали ему о нем то, то, то. Ну, я вот один раз увидел всем, что раз уж улучшено. Ну, и вышли мы с ним стали бороться, а схватка была трудная. Улучшена трудная. Я ее пролюбовал. То есть схватка, немножко тренера перепутали там. Я борюсь с ним, веду, технически веду. Бордележа его стараюсь переиграть. Потом я сел на болевой, вытащил руку. Рука тряси. И не сдается, поднимается, уходит. Потом я стараюсь его загнать в борьбу лежа, чтобы и сделать болевой прием. И в один из моментов я иду через голову. Например, я не бросаю через голову с захватом за сухой. А он остался. А по тем правилам, если вы проводите прием и противник не сдвинувся в мерку, это называется затягивание поры в бутылку. И наказывает его. И я получил трудогрузение. Я пошел вперед. Пытаюсь что-то сделать, ничего не получается. Виктор Анатольевич, Вадим Михайлович. Виктор Анатольевич, наш врач. Здесь у меня нет. Выдали? Веселевич. Веселевич. Я перед ним шапку снимаю. Точно так же, как вся наша команда. И те, кому пришлось толкнуться. Такого второго не было. Ну и вот они кричат, знаешь, что он 15 секунд доставит. Ничего не могу им делать. Он в центре, я за ним, он убегает до ковера. Ну, они мне кричат, знаешь, что мы перепутали. Схватка бьется. Я за ним гоняюсь и бегаю. Ничего не идет, ни в какой контакт. Ничего предупредения не дают. Ничего не дают. Остается немного времени. Я кричат, знаешь, что... Остается 20 секунд. Ничего не могу им делать. И тогда они мне опять кричат. Тарон, мы перепутали. Схватка 10 минут. Ну, я уже думал, ну что делать. Помню такой эпизод из литературы. Когда идут на расстрел. И говорят, мы тебя будем сейчас расстреливать. Но ты можешь оставить в живых. И там колеса метров 100 отсюда. И ты успеешь туда добежать. А мы будем стрелять. То ты свободен. Ну, я решил так же пойти по этому пути. Руки в сторону, иду на него, чтобы только он делал пресс. Чтобы он не убегал от него. Он убегает, убегает, потом не выдержал. Схватился до него, чтобы бросил. Ну, восьминую, двое или иду. Друзил, одни доедали. Чистые победы, двое против. Пол чистой победы. В агаре или икон. Награде. Ну, дали мне в агаре. Осталось несколько секунд. Осталось несколько секунд.